Один из самых опасных антагонистов в истории телевизионных шоу, жестокость которого не знает границ. Он владелец прибыльной сети ресторанов быстрого обслуживания и огромной наркоимперии. Его умение контролировать каждый аспект бизнеса, включая скрытые действия и тонкости взаимодействия с людьми, выделяют его на фоне других. Густаво Фринг – единственный в своем роде злодей. Ему не удалось бы стать успешным и при этом долгое время скрывать преступную природу своего бизнеса от полиции, если бы он не умел управлять людьми. Он контролирует людей в коммуникации с помощью разных приемов. Какие-то носят точечный характер, то есть направленный на человека в конкретной ситуации, а какие-то глобальный, то есть привозят к желаемому результату в долгосрочной перспективе. По словам сценаристов «Во все тяжкие», Фринг был введен в историю как замена Тука Саламанг. Тука – человек импульсивный и агрессивный. Зрителей и Уолтера Джесси пугала его непредсказуемость и резкость. Особенно удивляет резкая смена эмоций у Тука от спокойствия к злобе и наоборот. Но когда на замену Тука приходит Густаво Фринг, становится ясно – спокойствие и холодный расчет – вот что пугает по-настоящему. С помощью каких методов ему на протяжении долгого времени удавалось контролировать людей? Как он получал тот результат, на который он рассчитывает? Ответ прост. Он отслеживает несколько важных аспектов вербальной и невербальной коммуникации. А какие именно – давайте разберемся в этом видео. Мы знаем, что Густаво Фринг – безупречный бизнесмен, создавший свою империю буквально с нуля. Его история – это искусство сочетания осторожности, стратегий и огромного труда. Густаво мастерски создавал свой мир, управляя всеми деталями, чтобы достичь своих целей. Его предпринимательский опыт и умение видеть на несколько шагов вперед всегда впечатляли. А теперь представьте, что у вас есть возможность создать свой собственный виртуальный мир, полный жизни и активности, и где от каждого вашего действия в реальной жизни вы будете получать награды и приятные бонусы. Чем не возможность также проверить свои предпринимательские или лидерские навыки? Вы решаете, какие здания появятся, как будут развиваться улицы и какие жители наполнят ваш мир. Только вы влияете на то, что происходит в этом виртуальном пространстве. В мобильной игре Плюс Сити вам предоставляется именно такая возможность. Плюс Сити — это яркая, красивая и увлекательная игра, которая постоянно обновляется. В ней появляются новые квесты, персонажи, объекты и задания. В Плюс Сити можно строить город, играть в мини-игры и выполнять задания от сервисов Яндекса. Например, прокатившись на такси в реальной жизни или посмотрев фильмы на кинопоиске, послушав музыку, заказывая продукты в лавке, вы получаете новые возможности для вашего города, такие как новый декор или можете поселить новых жителей. Сейчас, 20 мая по 4 июня, проходит ивент «Городские истории». В течение этого времени жители города будут постепенно раскрывать секреты Плюс Сити. Собирая пазлы, вы откроете удивительные истории про Плюс Сити и получите внутриигровые награды. Может, получится выяснить, кто копирует объекты из реального мира, чтобы они стали домиками или архитектурными объектами в Плюс Сити. Или, наконец-то, познакомиться с персонажем, который принимает заказы жителей в бюро хотелок. Так что, если вы хотите создать свой уникальный мир, полный пасхалок и событий, скачивайте, Плюс Сити по ссылке в описании. И еще договоримся о важном моменте. Я буду называть персонажа Гасса, а не Гус, как принято в некоторых переводах, потому что именно так правильно произносить это имя с точки зрения английского языка. Первый аспект коммуникации, который использует Гасса для управления людьми, это контроль впечатления. Гасса можно назвать двуличным человеком в прямом смысле слова. Первое лицо — это добропорядочный и честный бизнесмен. Второе — жестокий босс преступного мира. Многим людям бывает сложно управлять впечатлением о себе в принципе, но Гасс может контролировать впечатление, которое он производит на людей в обоих мирах. Его поведение и умение контролировать разные аспекты коммуникации напоминает шахматы. Густаво всегда думает на несколько ходов вперед, анализируя возможные действия и реакции своих противников и союзников. Он использует сложные стратегии для достижения целей, внимательно оценивая каждое действие и его последствия. Понять, что такое контроль впечатления, просто. Достаточно вспомнить множество примеров, когда люди выкладывают в социальные сети лишь лучшие моменты своей жизни, формируя тот образ, который они хотят транслировать. Скрупулезно просчитывая свои действия, Гасс внушает окружающей мысль, что он законопослушный гражданин, а также добрый и отзывчивый человек. Это говорит о его хитроумии и стратегическом мышлении. Поддержание такого образа позволяет четко разграничить мир преступности и мир закона. Так Гасс прячет свою тайну у всех на виду. Густаво как ферзь на шахматной доске демонстрирует уникальную гибкость, с легкостью перемещаясь между двумя ролями. Он умеет адаптироваться к обстоятельствам, используя любую доступную позицию для укрепления влияния и контроля над восприятием его личности. В какой-то степени, благодаря такому разделению поведения Гасса становится предсказуемым. Понятно, какое впечатление он будет производить на работе в кафе, а какое в лаборатории. Однако, создавая впечатление предсказуемости, Гасс на самом деле становится непредсказуемым и опасным для людей из мира преступности. Якобы предсказуемым поведением он усыпляет бдительность оппонентов, и когда им кажется, что они видят Гасса насквозь, он действует. Неожиданно для них. Гасс понимает, что такой способ управления людьми – это игра в долгую, и он не жалеет на это времени. Впечатление предсказуемости дает Гассу больше возможностей для управления. Одно дело знать, как поступит другой человек, и совсем другое дело – думать, что ты знаешь. В отличие от многих начальников предприятий, Гасс сможет выполнять работы и менеджера, и кассира, и даже уборщика. Он вживается в роли отзывчивого начальника настолько сильно, что убирает столики в кафе, даже когда его никто не видит. Потому что знает, что это действие произведет положительное впечатление на его сотрудников не сейчас, а позже. Неожиданный и вызывающий приход Гектора ошарашил работников в кафе, а это могло плохо сказаться на репутации Гасса как начальника. Вполне логично принести извинения, что Гасс и делает, но и этот момент он переворачивает так, чтобы использовать его для поддержания положительного впечатления. Показывая себя человеком, который дал отпор бандитам, Гасс усиливает контроль над подчиненными. Вчера они пришли сюда, к нам. Они напугали клиентов, угрожали моим сотрудникам, хотели денег. Друзья мои, я должен признать, что почти дал то, что они хотели. Потом я подумал, нет, нет, это Америка. Здесь праведному нет причин бояться. Здесь у них нет никакой власти. Стоит отметить, что и другие преступники, помимо торговли запрещенными веществами, также создают бизнес в легальном поле для поддержания фасада. Уолтер и Скалер купили автомойку, чтобы с ее помощью отмывать деньги, полученные преступным путем. Однако есть принципиальная разница в подходе. Уолтер и Скалер делают это в панике, когда проблему уже их настигли. Гасс, напротив, развивал оба бизнеса параллельно. Таким образом, один усилил его другой, что создало прочный фундамент как для преступной деятельности, так и для деятельности законной. Это говорит о том, что Гасс гораздо более дальновидный, чем Уолтер и другие преступники. Он будто живет не в настоящем, а в будущем, каждый раз просчитывая, какой результат принесет то или иное действие. Подобно опытному предпринимателю, который, прежде чем принять решение, просчитывает риски. Люди часто не задумываются о том, какое впечатление производят на других. И может возникнуть ситуация, в которой человек думает, что создает определенное впечатление, но на самом деле это не так. Ким Векслер из «Лучше звоните Солу» в поисках работы слишком сильно пыталась казаться уверенной, но когда совершила ошибку, уверенность моментально испарилась. Может показаться, что создавать впечатление о себе специально значит пытаться понравиться или угодить. Причин, по которым люди не обращают внимания на контроль, впечатления много. Некоторые действуют по инерции, не задумываясь о своем поведении и воздействии на окружающих. Человек, поглощенный своими мыслями и сфокусированный на себе, может не обращать внимания на то, как воспринимают его действия. Отсутствие опыта и навыков коммуникации может привести к тому, что люди не осознают, как их поступки воспринимаются другими. Для некоторых людей важнее быть собой и выражать свое мнение, чем следить за впечатлением, которое они производят. Исходя из убеждения, что создавать впечатление значит заискивать перед кем-то, люди отказываются от контроля впечатления и лишаются его преимущества. Контролировать впечатление не значит хотеть понравиться и не значит пытаться выставить тебя исключительно в положительном свете. На самом деле у контроля впечатлений есть множество плюсов, которые используют ГАЗ и которые можно использовать в жизни. Прежде всего это установление доверия и уважения. Благодаря этим факторам человек кажется уверенным и надежным и с ним хотят иметь дело. Мы видим, что люди из законного мира доверяют ГАЗу. И это произошло не само собой. Целенаправленными действиями ГАЗ доказал, что на него можно положиться. Когда люди верят ГАЗу, его слова кажутся убедительными. Именно эту взаимосвязь ГАЗ использует как элемент управления. Контроль впечатления ГАЗа настолько высок, что когда скрывается связь ГАЗа с преступным миром, мало кто в это верит. В преступном мире ГАЗа также уважает, потому что он показывает, что готов сделать многое для развития бизнеса и уважает своих партнеров. Из доверия и уважения вытекает следующее преимущество. Человек, контролирующий впечатление о себе, с большей вероятностью может добиваться своих целей в коммуникации. Продумывая свое поведение до мелочей, ГАЗ вступает в общение, зная, что хочет получить. Когда ГАЗ показывает Уолтеру новую лабораторию, он уже знает, что есть два возможных варианта развития событий. Уолтер соглашается работать или отказывается. И учитывая то, насколько ГАЗ хорош в планировании, можно утверждать, что он продумал ход разговора обоих вариантов. ГАЗ на тот момент хочет видеть Уолтера своим сотрудником, поэтому использует рычаг давления, который эффективно работает именно с Уолтером. Его эго. Но что важно, ГАЗ создает впечатление человека, который разделяет ценности Уолта и поэтому убеждение срабатывает. Для чего нужен мужик, Уолтер? Для того, чтобы обеспечивать семью. Но я, наоборот, потерял семью. Если есть деньги, семью никогда не потерять. Дети всегда на первом месте и важнее всего. А мужик должен всех обеспечить. И обеспечивает. Даже если все плевать хотели. ГАЗ может для достижения цели создать положительное впечатление. Однако, если кто-то из сотрудников ускользает из-под контроля, ГАЗ проявит жестокость. Я убью твою жену, твоего сына и твою маленькую дочь. Еще одно преимущество. Контроль впечатления способствует социальной адаптации. Он помогает легче вступать в новые социальные контакты и адаптироваться к различным обстановкам. Это особенно важно в профессиональной среде и при установлении новых деловых связь. Вдумайтесь, с каким количеством людей ГАЗу нужно было контактировать, чтобы создать такой огромный бизнес. А за каждым звеном в цепи нужно тщательно следить, чтобы не допустить ошибок. Если бы ГАЗ не создавал впечатление надежного человека и сильного лидера, едва ли такое большое количество людей согласились с ним работать. При этом ГАЗ контролирует не только впечатление, которое хочет создать, но и то, которое он создавать не хочет. Когда Уолтер получает внушительную сумму денег, он покупает дорогой автомобиль, что сразу поднимает ряд вопросов у окружающих. Напротив, ГАЗ не показывает, что у него в распоряжении миллионы долларов. А быть богатым надо уметь. Так что же все-таки значит контролировать впечатление о себе? Это значит быть предусмотрительным и думать о том, как то, что мы делаем сейчас, скажется на общении в будущем. Это также значит уметь предсказывать, как люди будут реагировать на наши поступки. В глобальном смысле контроль впечатлений помогает Фрингу укрепить репутацию, которая будет работать на него. В узком смысле это гибкий инструмент, который ГАЗ использует по-разному, в зависимости от обстоятельств. С помощью контроля впечатления он может скрывать информацию и усыплять бедительность оппонентов, и убедившись, что все в порядке, люди расслабляются, не подозревая, что в этот момент ГАЗ их контролирует. Нередко ГАЗ контролирует впечатление о себе в качестве долгой инвестиции. Он вкладывается в свою репутацию, чтобы в будущем избежать проблем. Иными словами, контролировать ход событий, которые могут, но не обязательно произойдут. ГАЗ долгое время избегал подозрений со стороны полиции, но когда они все-таки появились и его вызвали на допрос, он уже был к нему готов благодаря тому вкладу, который он сделал заранее. ГАЗ не из тех людей, кто думает, что создав впечатление один раз, можно расслабиться. Поэтому он постоянно его поддерживает. Это характеризует его как человека расчетливого и дотошного. А теперь скажи спасибо и пожми руку. Таким образом, контролируя впечатление о себе, ГАЗ на самом деле контролирует других, так как понимает, какие реакции будет вызывать его поведение. И в легальном, и в преступном мире контроль впечатлений как инструмент воздействия крайне полезен для ГАЗа. Важно, что и там, и там цель одна – получение прибыли и развитие бизнеса. ГАЗ – это буквально олицетворение его корпорации. Его предприятия создают такое же впечатление, как он сам. Все четко, отлажено, чисто и аккуратно. И чем больше растет бизнес, тем больше ему надо контролировать то, как его видят другие. Но это не единственный аспект коммуникации, который нужен ГАЗу для обретения контролями над людьми. Невооруженным глазом видно, что ГАЗ безупречно контролирует свое тело. В его движениях нет спонтанности. Каждый жест отрегулирован, даже в момент смерти. Как ни странно, контроль тела и внешнего облика способствует тому, что ГАЗу удается контролировать других. Давайте разберемся, как это происходит. В первую очередь, ГАЗ контролирует тело, чтобы не выдавать свои эмоции и не показывать, что он на самом деле думает и чувствует. Таким образом, контроль тела служит защитным механизмом. ГАЗ читает реакции других, но не проявляет свои. ГАЗ в самых разных коммуникативных ситуациях использует подходящий жест или эмоцию. Он будто много лет изучал, какие невербальные проявления нужны для разных обстоятельств. ГАЗ всеми силами старается выглядеть естественно, чтобы не вызывать подозрений. Он знает, что несет за собой тот или иной жест, какую идею он передает собеседнику и может использовать эти жесты намеренно для достижения цели и управления людьми. Он воспринимает свое тело как инструмент, с помощью которого можно передавать послания. Очевидно, что позой, жестами и мимикой ГАЗ внушает мысль о своей уверенности и уравновешенности. И стоит отметить, что это только кажется просто. Контролировать свое тело на таком уровне достаточно тяжело. В связи с этим вспоминается манера поведения Соло Гутмана. Он тоже хочет выглядеть уверенно, но не всегда получается. Он часто мельтешит, активно размахивает руками, не может долго находиться в одной позе и поэтому скорее выглядит растерянным. Своим телом, когда нужно, ГАЗ умеет выражать дружелюбие. ГАЗ вообще не питает чувств ни к сотрудникам кафе, ни к тем, кто помогает ему торговать наркотиками. Много лет назад он обрубил все эмоциональные контакты. У Густава нет тесной связи с каким-либо человеком. ГАЗ привык в отношениях с людьми оставаться исключительно в профессиональном поле и не налаживать более близкие связи, чтобы они не стали путем, по которому можно отследить его преступный бизнес. Только когда-то у ГАЗа была связь с его партнером Максом, но его убил Гектор. Однако с помощью контроля тела ГАЗ воссоздает эти связи искусственно, когда нужно и демонстрирует улыбку, которая на первый взгляд даже кажется естественной. Когда он видит, что человек нуждается в эмоциональной поддержке, может через жесты пойти на сближение. Умение выражать эмоции, которых на самом деле нет, с убедительностью позволяет ему манипулировать окружающими и контролировать ситуации, исходя из своих интересов. Да, мы уже видели, как человек умеет управлять жестами и эмоциями для достижения цели. Так поступает американский психопат и менталист Патрик Джейн. Но когда я сказал, что Густаво Фринг единственный в своем роде преступник, я говорил это абсолютно серьезно. В отличие от многих, ГАЗ на самом высоком уровне контролирует свое тело. И это помогает ему контролировать людей. И давайте остановимся на этом моменте подробнее. Вам наверняка знакомо состояние, когда мысли путаются из-за того, что тело подает слишком много сигналов одновременно. Учащенное сердцебиение, потливость, головная боль, хочется перебирать пальцами или дергаться. Организм находится в стрессе, и это мешает сконцентрироваться и выполнять даже, казалось бы, простое задание. Исследование, проведенное Вашингтонским медицинским университетом, показало, что части мозга, контролирующие движения, связаны с областями, отвечающими за мышление, планирование и управление непроизвольными функциями тела, такими как артериальное давление и сердечный ритм. Эти результаты свидетельствуют от прямой связи между телом и разумом в структуре мозга. Проще говоря, состояние тела напрямую влияет на то, как функционирует наш разум. Если тело находится в состоянии дисбаланса, это влияет на разум негативным образом и мешает концентрации. Если же тело в состоянии покоя, то и разум функционирует лучшим образом. Газ постоянно контролирует свое тело и реакции, не выдавая эмоций, практически всегда спокоен. Когда его собственное тело под контролем, то под контролем оказываются и его мысли. А когда человек полностью владеет собой, он может контролировать других, так как процесс умышления и общения ничего не мешает. Конечно же нельзя утверждать, что Газ всегда контролирует всех и вся беспрепятственна. В одном из эпизодов Джесси дает ему отпор. Вот что сейчас будет. Мои люди вернутся, и ты пожмешь им руки и смиришься. На этом все кончится. Нет. Даже когда неожиданность застала Газу врасплох, он не теряет самообладание, хотя очевидно зол. Благодаря контролю тела, которое способствует контролю разума, Газ может быстро проанализировать ситуацию и даже пойти на уступки и принять условия Джесси, чтобы устранить препятствия для бизнеса. Никаких детей. Ясно? Газ этим напоминает Джона Престона из фильма Эквилибриум, о котором уже есть разбор и в котором я рассказывал про контроль эмоций. Этот персонаж также научился в ответственные моменты брать над эмоциями верх. Даже такая мелочь, как прямая осанка, которую постоянно демонстрирует Газ, существенно помогает концентрации. Все просто. Ровная осанка улучшает циркуляцию крови в мозге, поддерживает свободное дыхание, снижает напряжение мышц и суставов. Все это в конечном счете улучшает работу мозга. Это интересная деталь, хотя неизвестно, продумывали сценаристы все настолько подробно. Always be aware of your posture. Remember to stand up straight. Your customers and your back will thank you for it. Вдобавок к этому, Газ избегает всего, что может помешать ему контролировать тело. В частности, у него нет вредных привычек, которые обычно управляют зависимым. Курильщики, например, иногда не могут сопротивляться позыву и они попадают в ситуацию, когда ими управляет их тело. Газ не позволяет подобным ситуациям проникать в свою жизнь. Когда Газ держит свое тело, мимику и жесты под контролем, это помогает ему стать максимально сосредоточенным. Он обеспечивает себе ясность мышления, которое ничего не затмевает. И когда тело не отвлекается от мысли, он может всецело проанализировать ситуацию, увидеть своего оппонента насквозь и понять, какие у него болевые точки, чтобы впоследствии получить от него желаемое. Газ буквально выдрессировал себя так, чтобы его тело не становилось помехой для умственной работы. Газ управляет людьми через контроль впечатлений и контроль тела. Эти аспекты находятся в зоне невербальной коммуникации. Теперь перейдем к вербальной и рассмотрим, как Газ Фринг управляет людьми через речь. Один из самых эффективных способов воздействовать на людей – это слова. А точнее то, как мы их подбираем и как выстраиваем в предложение. На поверхности кажется, что если кричать или повышать голос, как это делает тот же тука, таким образом можно получить от другого человека желаемое быстрее. И спорю, иногда такой способ оказывается единственной возможностью донести свою точку зрения. Тем не менее, практика показывает, что в речи надо уделять особое внимание не столько громкости голоса, сколько словам и тому, какую окраску они имеют и как составлены в предложении. Мы часто судим о человеке по тому, как и о чем он разговаривает. И Газ прекрасно это понимает, поэтому для контроля впечатлений в речи он соблюдает хорошие манеры и ритуалы вежливости. Даже с теми, кто настроен враждебно. Дон Гектор, мой бизнес – часть картеля, но бизнес мой. Контроль речи – это контроль эмоций и объема выдаваемой информации. Газ никогда не раскрывает информации больше, чем этого требует конкретный разговор. Пояснишь, что к чему? Смерть Гектора Саламанки не в моих интересах. Крайне редко он говорит о своих намерениях напрямую. Он лишь оставляет намеки и таким образом обретает контроль над собеседником. Из-за размытости информации собеседнику приходится догадываться о том, что имел в виду Газ. А это ставит его в уязвимую позицию, так как в разум проникают сомнения. Так же, как шахматист скрывает свои истинные намерения и стратегии от соперника, Густаво использует элементы неожиданности и скрытности, чтобы сохранять преимущество над своими соперниками. Густаво использует свои слова как слон на шахматной доске, перемещаясь по прямым линиям на большие расстояния, чтобы воздействовать на ситуацию издалека. Его способность говорить намеками, оставляя собеседника в неведении, подобно слону, который неожиданно появляется в зоне атаки, меняя ход игры. Слон перемещается так, чтобы контролировать важные диагонали на доске, подчеркивая стратегическую важность слов Густаво и его умение доминировать в разговоре. Интересно, что в речи Гасса прослеживается так называемый корпоративный дух. Он говорит так, будто представляет не свою собственную личность, а компанию вместе с ее идеалами и ценностями. Личность Гасса на этом фоне размывается, он становится лицетворением предприятия. Типичный речевой паттерн Гасса – это пассивные конструкции, что очень хорошо слышно в англоязычной версии. В английском пассивные конструкции нужны для того, чтобы сместить акцент с того, кто выполняет действие, на само действие. Таким образом, Гасс может избегать упоминания самого себя или других соучастников преступления, чтобы даже его слова не подводили к его преступной деятельности. Вдобавок к этому пассивные конструкции звучат более сухо и сдержанно, что соответствует желанию Гасса соблюдать уважение и дистанцию с собеседником в коммуникации. Важно еще не только, как Гасс говорит, но и то, о чем он говорит. Его речь практически всегда направлена на удовлетворение интересов его предприятия. Мне нужно 90 килограммов в неделю, чтобы оправдать вложения. Работать можешь, когда захочешь, конечно, в любое удобное время. Только план выполняй. В одном из эпизодов поведение Гектора направлено на то, чтобы выразить неуважение и унизить Гасса. Естественно, Гасс относится к этому отрицательно, учитывая, что Гектор – его давний враг. Контроль тела и эмоций помогает контролировать и речь. Гасс не переходит на личности, а продолжает разговор в конструктивном ключе и говорит с позиции бизнеса, а не личных предпочтений. Добавив товар, мы подвергнем опасности надежность всего предприятия. Иногда Густаво все же вкладывает эмоции в слова. Но это снова не проявление искренности, а достижение цели, налаживание искусственного контакта. Рак легких. О, да. Тяжелая болезнь. Нет, нет, не утруждайтесь. Ну, я же от чистого сердца. В речи Гасса не менее важны паузы. Можно заметить, что Гасс перед своим ответом выдерживает всегда одну-две секунды. За это короткое время он успевает просканировать человека и обдумать свой ответ, чтобы продолжать диалог в том ключе, в котором выгодны ему. Дайте мне еще одну попытку. Нет, мы совсем не похожи, мистер Уайт. Эту деталь характера, кстати, привнес в образ Густаво Фринга актер, который исполнил его роль. Джан Карло Эспозито. Как же подобное строение речи помогает Гассу контролировать других? Во-первых, такой корпоративный язык является неким посланием. Гасс показывает другим, что действует не столько в своих интересах, сколько в интересах компании. Это делает его профессионалом. Помимо всего прочего, профессионал – это человек, который умеет работать в команде. Используя корпоративный язык в речи, Гасс вполне обоснованно указывает на свое умение налаживать работу коллектива. Вдобавок к этому, в корпоративной речи есть еще и психологический подтекст. Так как единственная сфера деятельности Гасса – это работа в том или ином виде, он реализует потребность в самовыражении именно через нее. Он стремится показать все свои лучшие качества, такие как надежность, ответственность и аккуратность. И такие же качества он ищет в других. Во-вторых, корпоративный язык способствует эмоциональному отстранению, которое помогает сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях. Не вкладывая настоящие эмоции в слова, он стремится сохранять трезвость мышления, чтобы грамотно выходить из конфликтных ситуаций. В-третьих, это также способствует социальному отстранению. На фоне других наркодилеров Гасс стоит особняком. Он подчеркивает, что отличается от других торговцев наркотиками и показывает свое превосходство над ними. Его бизнес больше, и в нем больше денег благодаря его ответственному подходу. Братья-цыплята тоже стоят особняком от других подобных заведений, сервис и качество еды на высшем уровне. В-четвертых, речь, наполненная корпоративным клише, помогает Гассу сохранять осторожность и бдительность. В общении с любыми людьми, будь то сотрудники кафе или члены картеля, Гасс будто следует некому протоколу, своду правил, соблюдая которые можно избежать конфликтов и других проблем. Сэр, если у вас есть жалоба, предлагаю подать ее по электронной почте. С радостью сообщу адрес сайта. Мне говорили, что человек, с которым я встречусь, очень щепетильный, осторожный человек. Еще один немаловажный фактор — это ясность. Хороший руководитель — это человек, который умеет давать понятные указания своим подчиненным. Если объяснить задание непонятно, это может привести к недопониманию, которое повлечет за собой множество проблем. Гасс объясняет, что именно он хочет получить четко с первого раза, чтобы сразу устранить потенциальные проблемы. Люся, не забывай протирать перечницы и солонки. Но вражду надо прекращать. И прямо сейчас, и прямо здесь. Да, Гасс использует в речи намеки и некую двусмысленность, когда дело касается его собственных намерений. Его планы должны оставаться в тайне. Но если речь идет о качественном исполнении работы сотрудников, тут Гасс максимально прямолинейен. Это показывает двойственность его характера и умение четко разделять личное и публичное. И в речи, и в поведении Фринга прослеживается перфекционизм и ритуальность. Каждая вещь должна находиться на своем месте. Только в таких условиях Гасс может чувствовать себя спокойно. Соблюдение ритуалов нужно для сохранения спокойствия и снижения тревоги. Так как Гасс постоянно озабочен контролем, скорее всего в нем накапливается большое количество стресса, которое нужно каким-то образом снимать. Соблюдение таких ритуалов, в том числе и ритуалов общения, создает, если не контроль, то хотя бы иллюзию контроля, что очень важно для душевного равновесия Гасса. Таким образом, контролируя свою речь, Гасс контролирует себя и как следствие окружающих. Еще один аспект, благодаря которому Гассу удается держать себя, других людей и всю ситуацию под контролем. Сомнения могут быть вредны для общения, поскольку могут привести к нерешительности. Когда человек сомневается в себе, это проявляется в его речи, мимике и жестах. Неуверенность может вызывать недоверие у собеседников и понижать эффективность коммуникации. Кроме того, сомнения могут затруднять принятие решений и влиять на способность человека адекватно реагировать на обстоятельства. Очевидно, сомнения терзают любого человека. Но в отличие от многих, Гасс умеет с ними справляться. Будучи закрытым человеком, он не делится своими сомнениями и опасениями. Уолтер и Джесси, к примеру, из-за разногласий и сомнений не всегда могут прийти к решению, которое удовлетворяет их обоих. Отчего ты помилочи толкаешь? Давай сразу полкило продадим. Кому? Я че, похож на лицо со шрамом? Так не пойдет. Я, между прочим, закон нарушаю. Может, в химии ты и профессор, но в наркоторговле не шаришь нифига. Гасс, в свою очередь, обсуждает свои сомнения с самым надежным человеком, которого знает. Самим собой. Это позволяет держать ситуацию под контролем. Борьба с сомнениями развивает аналитическое и стратегическое мышление. А многие люди воспринимают сомнения как угрозу. Для Гасса сомнения — это способ продумать все возможные варианты развития событий. Сомнения заставляют нервничать и приводят организм в состояние дисбаланса. Мы уже убедились, что Гасс превосходно контролирует свое тело, поэтому даже если он волнуется, этого не видно по его лицу, ведь контроль тела помогает контейнировать тревожные эмоции. Несмотря на внешнее спокойствие, Гасс, тем не менее, может быть резким. Но в случае Гасса резкость не означает импульсивность. Когда он принимает решение, то приводит его в исполнение резко и неожиданно для оппонента. Контроль сомнений повышает решительность. В шахматах, как и в стратегии Густава, иногда необходимо пожертвовать фигурой для достижения большой цели. Это отражает его способность жертвовать ближайшими союзниками ради выгоды. Вдобавок к этому Гасс Фринг — это человек, который доверяет своим ощущениям. Когда Гасс впервые видит Соло в своем кафе и помогает ему достать часы из мусорного ведра, он уже что-то подозревает, хоть и не подает виду, и оказывается прав. Другой человек подобной ситуации отмахнулся бы от подозрений или вообще не придал бы этой ситуации значения. Но не Гасс. Холодные расчеты и немного интуиции помогают ему понять, что за ним следят. С помощью своего чутья Гасс также догадывается, что с его машиной может быть что-то не так. Такому образу мышления Гасса научила преступная жизнь. Мир, где нужно постоянно быть начеку, если не хочешь, из-за одной ошибки попасть за решетку или, что хуже, быть убитым. Но даже такая схема контроля не идеальна. Ведь ни интуиция, ни хладнокровие не помогли Гассу понять, что его враги объединились против него. Но до этого момента практически все планы Гасса исполнялись так, как задумывал он. Гасс умеет прорабатывать в большей степени свои внутренние сомнения и опасения. Но что более важно, так это то, что когда у других людей появляются сомнения и подозрения по поводу него, он также может их утилизировать. Со своим главным врагом Гектором Саламанкой Гасс не идет на прямую конфронтацию. Гектор желает использовать Фринга в своих интересах. Какое-то время Гасс делает вид, что подчиняется Гектору. Но этим лишь усиливает свой контроль над ним, используя в качестве инструмента манипуляции начо. Ты знаешь, что теперь ты мать. В то время как Боллса не может понять, кто совершает атаки на грузовики, Гасс тщательно скрывает, что за этим стоит он и делает вид, что ему можно доверять. Ведь он продолжает сотрудничество. Запусти куклу. Да, мы его увидим. Но пока не разберемся, товар не пускать. И я разберусь. Гассу все-таки удалось взять жизнь Гектора под свой контроль. Не только из-за того, что Гектор пережил сердечный приступ. Ведь даже несмотря на то, что Гектор фактически вышел из игры, он не потерял свой авторитет. План Гасса удался благодаря тому, что он смог верно утилизировать сомнения других донов. При этом Гасс расширил бизнес и влияние. Гасс Фринг умеет контролировать свои внутренние сомнения и превращать их в планы. А также может избавлять других от сомнений по отношению к себе. Контролируя сомнения, Густаво напоминает фигуру короля, который, несмотря на свою кажущуюся уязвимость, является самой важной фигурой в шахматах. Его способность управлять сомнениями и использовать их в свою пользу, защищая свои позиции и стратегически влияя на противника, отражает основную цель в шахматах – защиту короля в любой ситуации. Рокировка или другой ход, при котором король укрепляет свою защиту, одновременно создавая угрозу для противника, символизирует баланс между уязвимостью и контролем стратегии Густаво. Итак, Густаво Фринг умеет контролировать впечатления, которые он производит. Он следит за состоянием своего тела, он фильтрует свою речь и может даже контролировать сомнения. Он будто большую часть сознательной жизни потратил на то, чтобы научиться управлять всеми этими аспектами. Конечно, пытаться контролировать себя так же жестко, как это делает Густаво Фринг – плохая идея. Хотя бы потому, что не каждому человеку нужно скрывать такое количество информации о себе. Однако для улучшения коммуникативных навыков может быть полезным обрести контроль над собой и стать более осознанным человеком. В этом вам поможет пакет курсов искусства коммуникации на моей образовательной платформе Mental Room. Пакет состоит из шести шагов, каждый из которых направлен на улучшение ваших коммуникативных навыков в разных областях. Эти шаги состоят из полноценных курсов. Это управление волнением и позиционированием, эмоциональной устойчивость и ведение переговоров. Этапы обучения в пакете выстроены так, чтобы вы могли использовать уже имеющийся опыт для освоения новой информации. Так вы сможете последовательно ответить себе на вопросы, как стать интересным собеседником, как готовиться к потенциально стрессовым ситуациям, как контролировать эмоции и разрешать конфликты. И, наконец, как развить навык харизмы, то есть влияние на окружающих. Специально для тех, кто смотрит этот ролик, действует промокод МЕНТАЛ, который дает скидку в 15% на этот пакет. Применить его можно при оплате. Переходите по ссылкам и откройте эти вкладки, чтобы не забыть и вернуться после просмотра этого разбора. А я пока вернусь к Густаву Фрингу. Жизнь Гаса, в отличие от других персонажей вселенной во все тяжкие, носит искусственный характер. В своем стремлении построить бизнес и отомстить обидчикам он потерял человеческое лицо и стал корпорацией, олицетворением негативных сторон капитализма. Десятки, а может быть и сотни раз в день, Гас вынужден переключаться от роли добропорядочного начальника к роли главной фигуры в наркобизнесе. Многие современные крупные бизнесы построены на таком же двойственном принципе. На поверхности все красиво, но покупатели не подозревают о том, что происходит на самом деле. Примеров этому множество. Взять хотя бы шоколад. Миллионы людей по всему миру любят этот десерт, но немногие из них знают, что при производстве шоколада используется рабский труд, а люди вынуждены работать в нечеловеческих условиях. Густава Фринка воплощение корпоративного духа, хороший пиар, позитив и улыбчивость. Но за фасадом скрывается жестокость и кровавая история его бизнеса. А тот факт, что Гас тщательно скрывает свое прошлое и о нем мало что известно, добавляет больше ужаса. Желание Гаса управлять каждым аспектом коммуникации можно назвать одним словом – гиперконтроль. Это явление можно рассматривать как психологический комплекс, при котором человек испытывает чрезмерную потребность в контроле над собой, окружающими и ситуациями. В сериале негативная сторона навязчивого желания контролировать все вокруг практически не показана. Но в жизни отрицательные аспекты этого комплекса проявляются неизбежно. Гиперконтроль оказывает вредоносное воздействие на физическое и эмоциональное благополучие человека, приводит к напряжению и стрессу, а также затрудняет отношения с людьми. Безусловно, полезно владеть собой. Уметь управлять стрессовыми ситуациями и понимать, как реализовать цели в коммуникации. Но контролировать все невозможно. Гас полностью огородил себя от простого человеческого общения. Все, что он говорит и делает, направлено на решение задач его бизнеса. Лишь изредка в нем проявляются проблески хоть каких-то чувств. Он осознает, что является монстром. Вполне возможно, он недоволен раскладом своей жизни, но внутренне он смирился с ним. И все это, чтобы выровнять чаши весов и искупить все остальные грехи? Это ничего не искупает. Я такой, какой есть. Так в нем проявляются некоторые черты темной триады. Темная триада включает в себя манипулятивность, нарушение социальных норм и эгоцентризм. Если интересно, эту тему я могу разобрать подробнее в отдельном ролике. Напишите об этом в комментариях. Гасс Фринг часто проявляет манипулятивное поведение, чтобы достичь своих целей. Он пренебрегает моралью, осуществляя преступные действия ради своей выгоды. Кроме того, его стремление к власти и контролю подчеркивает эгоцентрическую природу. Так зачем же Гассу нужен такой всепоглощающий контроль себя и остальных? Только ли для того, чтобы увеличивать прибыль своего бизнеса? Если в жизни Гасса Фрингой есть хоть какие-то эмоции, то это определенное желание отомстить Гектору. Для Гасса выстраивание плана мести – это такой же бизнес, как и все остальные. Как и вместе, для достижения успеха в бизнесе необходимо определить цель и разработать стратегию и последовательно действовать, чтобы достичь поставленных задач. Подобно тому, как месть требует выдержки, терпения и хорошо продуманного плана, так и успешное предпринимательство требует адаптивности к изменениям и готовности к преодолению препятствий. В обоих случаях ключевыми элементами являются упорство, стратегическое мышление и последовательное исполнение плана. С точки зрения Гасса убийство – это лишь логистическая проблема. А люди, с которыми Гасс находится в конфликте – это недовольные покупатели, с которыми надо обработать возражения. Добавив товар, мы подвергнем опасности надежность всего предприятия. В бизнесе разрабатывают план стратегии, чтобы максимизировать прибыль, а Гасс Фринг долго планировал месть, чтобы максимизировать страдания Гектора. Этот молодой человек застрелил Хоакина, когда я убегал. Оставались только ты и Хоакин. Другой родни у тебя не было. Теперь фамилия Саламанка умрет с тобой. В стремлении отомстить Гасс Фринг сам стал объектом мести. Он достиг своей главной цели. Но даже такой высокий уровень осторожности и расчетливости не помог ему предугадать, когда он умрет. Контроль над людьми, которые демонстрируют Густава Фринг, напоминает систему его бизнеса. Все элементы в ней тесно взаимосвязаны. И без работы одного элемента неизбежно перестает работать другой. В первую очередь Гасс контролирует свое тело и внешний облик. Это помогает контролировать ход мыслей и речь. А вместе с этим и сомнения. Когда эти элементы объединяются вместе, они позволяют контролировать впечатление, которое он производит на людей. Но чем больше разрастается эта система, тем больше ее надо оберегать от внешних вмешательств и непредсказуемых факторов. Она становится одновременной и надежной и хрупкой. Когда в поле зрения появляется множество элементов, которыми надо управлять, вероятность, что что-то ускользнет из виду, повышается. Возможно, именно поэтому смерть настигла Фринга там, где он ожидал это меньше всего. И что самое интересное, в моменте, где он был максимально эмоционально зависим, а не хладнокровен и расчетлив. Пример Густава Фринга показывает, что действительно важно следить за тем, какое впечатление мы создаем. Как говорим и что делаем. Но не стоит превращать это в навязчивую идею, которая порабощает жизнь. Если бы Гас Фринг остался жив, наверняка в одном из эпизодов, общаясь с Уолтером Уайтом, человеком, который хотел получить признание и власть, он бы произнес такую фразу. Власть и влияние – это не контроль над другими. Это контроль над собой. А на этом у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди. И скоро на канале появится разбор «Лучше звоните соло». Если вы считаете, что он должен выйти и вы его ждете, пишите об этом в комментариях и ставьте лайк под этим видео. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok